Сергей Иванович, как вам в целом игра? Беллидинов не играл против Америки с 2004 года. Очень полезный опыт. Абсолютно. Я об этом весь репортаж говорил. Что именно в плане игры против североамериканцев, потому что очень много нового и совершенно по-другому американцы играют в большинстве. Здорово на пятаке, быстрые розыгрыша и шайбы. Достаточно наглая команда, очень много единоборств. Отличный хоккей. И очень важно, что мы все лучше и лучше играли. Третий период был очень хорош в исполнении сборной России. Привезли американцев сюда аж трех игроков вообще из фармклуба. То есть как они формируют этот состав? И сразу возникает мысль, если против такой команды у нас возникли проблемы, что же будет на Олимпиаде? Еще, я думаю, нас ждет впереди игра с Канадой, которая покажет, чего мы стоим. Я надеюсь, что это матч будет, потому что или полуфинал, или финал. Это очень важно, именно в плане опыта и для Белядинова. Хотелось бы, ну, я думаю, что эта игра точно будет, потому что, ну, Канада играется лучше. Я думаю, здесь мы тоже очень хороши. Посмотрим. Я к чему говорю? К тому, что вот американцы привезут в Сочи 25 таких частных? Ну, у нас тоже будут сразу два других центра. Это резко изменить ситуацию. И Дацук и Малкин, это совершенно другие, ну, другая игра будет. Овечкин, опять же, как он в этом году играет. А вторую половину чемпионата, ну, это совершенно другой Овечкин. Я спрашиваю, потому что все-таки это Америка с нами в одной группе, это ожидается, что это будет матч открытия в Сочи. Вы вообще расцените американцев как одних из фаворитов? Конечно. Слушай, там, ну, сейчас у них много звезд. Привыкли говорить Канаду, Швеции, а ведь Америка могла бы выиграть вообще Ванкувер. Могла, и игра достаточно ровная была, и Канада отыгрывалась. Могла выиграть, и это бы никто не сказал, что это несправедливо. Олимпийская команда США будет в полном порядке. Вообще для профессиональных команд США, это есть вот это все, что проходит в США, и есть Олимпийские игры, а все остальное не важно. Вот поэтому я не имею в виду только хоккей, я имею в виду все. А поэтому вот Олимпийские игры, это будет максимально сильная команда США, а там сейчас выбор очень серьезный, и плюс, опять же, они все из одной системы. Там не надо подстраиваться, будет там обучать, они адаптируются очень быстро. А вы можете объяснить этот парадокс, что Америка любит юниорские чемпионаты мира, четыре раза подряд выигрывала, сейчас играла в финале в Сочи, они любят молодежные чемпионаты мира, много большой интерес там, а чемпионат мира взрослые игнорируют полностью. Почему так? Он не проходит в США, и никому он не нужен. Бизнес есть бизнес, и поэтому я говорю, НХЛ это бизнес. Все раскручено, все на добывание денег. Поэтому юниорский чемпионат, это просто, опять же, система подготовки игроков для Национальной хоккейной лиги, а игрокам очень важно здорово играть, чтобы учиться бесплатно. Поэтому вот они много вкладывают в это средств. И, опять же, мы видим, ну, надо же учитывать, что очень много американских команд, именно, ну, НХЛ команд, которые играют в США. Поэтому они заинтересованы, чтобы этот бизнес развивался, поэтому эти деньги выделяются для того, чтобы американцев было как можно больше в Национальной хоккейной лиге, чтобы дополнительный интерес, дополнительные зрители были. Ну да. У нас, вот, Ковальчук давал интервью, сказал, что четыре звена отличились, да? Вот, практически. Наконец заработало две тройки вот эти? Ну, я не думаю, что еще звено Анисимову надо прибавлять, хотя они все лучше играют тоже, но больше от них ждем. Все-таки я уже сказал сегодня в репортаже, что 30 лет уже и Пережогину, и Попо, вот, он с 81-го года, и они сюда не приехали, вот, набираться опыта, они приехали делать результат, поэтому от них ждут заброшенных шайб, передач, и Анисимов все лучше играет с каждой игрой. Ну, это понятно, потому что он много пропустил из-за травмы, это вот сейчас он прибавляет. Ну, он молодец, что он сам понимает и работает, сегодня он и на брасли лучших играл, и, в принципе, уже все лучше играет. Поэтому прогресс эта звена тоже очевиден, но все равно мы ждем заброшенных шайб, потому что прошлогодний чемпионат мира для Попова Пережогина настоящий прорыв и хором. Малкин, извините. Они и с Малкин, и без Малкин, они очень здорово играли, там, конечно, Малкин, конечно, Малкин, но они здорово играли в прошлом году, и Попов и весь сезон прошлого года играл в Зору. Что вы скажете по брызгалу, над которым сейчас, начали хихикать болельщики в интернете, вот, на три гола опять пропустил, но там третий гол явный был рикошет. Вообще, по его игре в целом, какое впечатление осталось у вас? Ну, хотят все время, чтобы на ноль играл врата, так не бывает, там, третья шайба действительно, там, невозможно было поймать, второй гол тоже невозможно было поймать, потому что, ну, полностью закрыл, это ошибка обороны была, что дали спокойно, счастливый, зрячий бросить, и мост стоял перед воротами, так не должно быть, его никто не опекал, и, ну, это ошибка обороны была. Первый гол, ну, несчастье. Ну, оправдывать не собираюсь, и в целом, он достаточно уверенно провел, потом, практически ошибок не было, технически очень здорово сыграл, я думаю, мы будем продолжать на нее рассчитывать, но все равно в финале, там, в полуфинале будет сильнейшая игра. То есть вы ждете борьбу, такой конкурент, между Варламом и Брызгалом будете в тегу борьбе? Она есть, она на самом деле есть, сейчас все спокойно, я вот думаю, например, что следующий матч должен Кошечкин играть. Серьезно? Ну, я думаю, с Францией его обязательно поставить надо, потому что уже мы с Австрией будем играть последний матч в группе, и уже, ну, там, там уже не надо будет думать о том, кому еще поиграть, там именно наигрывать надо будет, и мало ли как кто-то, ну, чуть лучше, чуть хуже, там надо будет еще дополнительную игровую практику вратарям. Поэтому конкуренция между Варламом продолжается, и будет играть все равно сильнейший. Там не будет кто хочу этого, кто лучше, кто-то будет. Спасибо.